Сыр из сыра, молоко из молока Мне иногда кажется, что эти 4к просто для декора там стоят Потому что борщ это такая жижа красная Я от этого просто офигела Добрые мои дродзи, привет всем на канале Чемоданное настроение, ест им Ольга Глаголева И сегодня я расскажу вам о 5 фактах, которые меня шокируют в Польше На самом деле этих фактов, конечно же, намного больше И, конечно же, напишите в комментариях, что вас шокирует или удивляет в Польше И, конечно же, подпишитесь на канал, поставьте лайк и под чемоданием Первый факт – это странная еда Да, несмотря на то, что Польша находится совсем недалеко от России Честно говоря, да, мы были в Польше много раз И, да, немного здесь отличается кухня Но то, что она здесь настолько странная И странные вкусовые предпочтения Это было для меня неожиданностью Например, когда мы однажды в одном из курортных городов Пришли выпить пиво То есть просто подошли к палатке, которая стояла на улице Попросили разливного пива, налили И знаете, какой был вопрос? Вам сироп в пиво добавить? Я от этого просто офигела Что? Какой сироп? Я просто пришла выпить пиво Зачем пиво портить сиропом? Но, тем не менее, вкусовые привычки у поляков такие, что они часто добавляют сироп в пиво И в магазинах летом можно встретить огромное количество сиропов Там разнообразных – малиновый, вишневый, апельсиновый Они стоят на полках просто целыми вот такими вот колоннами Следующее блюдо – это мне мои подруги рассказывали Я сама не пробовала, но, тем не менее, это очень странно Это, например, в детских садах и в школах Вот что у нас дают в детских садах и в школах? Ну, например, там макароны с котлеткой, там манная каша, допустим, там запеканка Что дают в детских садах и в школах? Какую еду в Польше? Это, друзья мои, макароны с клубничным соусом Макароны с клубничным соусом, вы себе можете представить? То есть это не макароны с котлетой, а клубничный соус Он сладкий, они его делают То есть туда сливки добавляют, сахар и этим поливают макароны И дети это с большим удовольствием едят Я ни разу не пробовала, мне прям было бы, конечно, любопытно Кто пробовал, кстати, напишите, насколько вам это понравилось Или вот следующее блюдо еще, например, борщ Ну, скажите, вы что такого странного? Ну, борщ и борщ Люди, в Польше борщ Это не тот борщ, который вы привыкли видеть В Польше борщ, это такая жижа красная Ну, как свекольный сок разбавленный Ну, я его настоящий не пробовала Ну, то есть имеется в виду, который готовится дома Я его покупала в магазине А его не просто так едят, туда кладутся ушки Ушки, это типа наших вареньков таких маленьких Они там могут быть с капустой, с грибами, с картошкой В принципе, это съедобно Но я не могу сказать, что я бы это ела прям вот постоянно Ну, если бы, наверное, если бы я попробовала это приготовленное где-то в домашних условиях Может быть, это вкуснее Кстати, напишите, может быть, у вас кто-то из знакомых готовит И может быть, это действительно вкусно И я просто не ела вкусного борща Следующий факт, который меня удивляет Пожалуй, я покажу его в ситуации на светофоре Да, в Польше действительно безумно долгие светофоры Это не только в позднее, это везде Они безумно долгие И ты нажимаешь кнопку, и кажется, что ты ждешь просто вечность Когда загорится этот зеленый свет Иногда кажется, что ты тут стоишь, ты тут родился, ты тут живешь И тут умрешь на том светофоре Следующий факт – это расчет отпускных и больничных Я не понимаю, почему мне столько денег заплатили за отпуск Объясните, пожалуйста Ну что тут непонятного Размеры отпуска составляют 28 календарных дней в году При этом, если работник отработал менее года То отпуск начисляется в пропорции выработанного периода Это еще не расчет отпуска, это еще расчет среднего заработка А отпуск рассчитывается по формуле Что с вами? Вам плохо? Оксана, слушай, а если я захочу, например, взять отпуск Как будут рассчитываться мои отпускные? Ну просто ты не выходишь на работу, а тебе начисляются те же деньги Как если бы ты работала И все? Ну да Действительно, в Польше именно так рассчитывается отпуск В больничный немножко посложнее Здесь, по-моему, 80% идет от заработной платы Но намного, намного проще, чем в России И еще нюанс, друзья мои В России первый отпуск предоставляется через полгода После того, как ты работаешь здесь, в Польше Ты первый отпуск можешь взять вообще через месяц Но это будет неполноценный отпуск Через месяц, после того, как ты пришел на работу Естественно, по умове операции То ты уже можешь взять то количество дней отпуска, которое кратно Количество отработанного времени Что это значит? То есть в течение года вы можете взять минимально 20 дней отпуска Соответственно, на один месяц положено 1,6 дней отпуска Но, понятное дело, через месяц 1,6 дней отпуска никто не берет Хотя, если вам нужно, то можете Но, например, через 2 месяца вы уже можете взять 3 дня отпуска И, по сути, поехать на 3 дня плюс выходные куда-то отдыхать А не ждать полгода, когда у вас наступит ваш полноценный отпуск И еще здесь нюансы Это прям минутка полезности, что называется Минимальный отпуск здесь в Польше 20 дней Но количество его может быть увеличено За счет того, что вы, например, закончили полициальную школу Либо у вас трудовой стаж есть 10 лет И этот трудовой стаж вы можете предоставить из России Либо из стран других, там, Украины, Белоруссии и так далее Переведя свою трудовую книжку присяжным переводом И вам добавляется еще 6 дней отпуска к вашим 20 дням А если вы закончили ВУЗ, то 8 дней отпуска даже добавляется И вот еще, друзья мои, это не календарные дни Это рабочие дни То есть 20 дней рабочих отпуска это полноценные 4 недели отпуска А 26 или 28 это почти 6 недель Представляете, сколько вы можете здесь отдыхать? Мне кажется, что это классно Следующее то, что меня шокирует и удивляет в Польше Это качественные продукты Снова ситуация Вкус сыра в магазине у дома Ожидание и реальность Польша и Россия Ожидание и реальность Ожидание и реальность Не надо мне писать, что в России тоже качественные продукты Да, я знаю, что они там безусловно есть Но они есть на фермерских рынках В каких-то лавках, но если вы придете в магазин у дома Там условную пятерочку дикси или магнит Ну не купите вы там какие-то качественные продукты Здесь в Польше даже если ты придешь в бедронку Ты можешь купить нормальные качественные продукты И здесь не надо смотреть, когда ты приходишь в магазин у дома И долго очень изучать состав этого продукта Сколько там чего Здесь реально сыр из сыра Молоко из молока Колбаса Ну не из колбасы, а из мяса И да, если к тебе здесь неожиданно нагрянули гости То тебе не нужно ехать куда-то там В какой-то качественный магазин Условно, как мы делали это в России Мы всегда закупались в глобусе А если к тебе неожиданно нагрянули гости То ты идешь в дикси, который у меня был рядом И ты там полчаса изучаешь эти все этикетки Чтобы хотя бы что-то нормальное купить Начиная там условно от вина Заканчивая там сыром, колбасой И какими-то закусками на стол Здесь ты пошел в бедронку 15 минут у тебя это заняло время Ты купил все возможные виды сыров Ты купил там какую-то хорошую колбасу, вино И в принципе у тебя уже готово какое-то быстрое угощение на стол И последний пятый факт, который меня шокирует Это очереди в магазинах Одна из первых фраз, которую я выучила на уроках польского языка Это «Пшипрашен, кто есть тот статни в кулейце» Это значит, извините, кто последний в этой очереди И честно говоря, я думала, что это просто из старых учебников Они приводят факт до тех пор, пока я не приехала в кулейце Здесь реально очереди во всех магазинах Причем в разное совершенно время Ну час пик это еще можно как-то понять Например, у нас в бедронке есть 4 кассы Мне иногда кажется, что эти 4 кассы просто для декора там стоят Потому что работает все время одна И там все время очереди Конечно, спасают кассы самообслуживания И здесь они есть в каждом магазине Это и в бедронке, это и в лидле Это, конечно, очень удобно В любой магазин одежды ты зайдешь У меня даже однажды такое было, что я себе выбрала какую-то одежду Померила, подошла, посмотрела, что там очередь в кассу Я просто развернулась, я не стала эту одежду покупать Поэтому я не знаю, почему так происходит Но тем не менее, в большей очереди И нужно просто, если вы сюда едете, нужно просто к этому привыкнуть Ну и на самом деле, достаточно много удивительных, шокирующих фактов Я всего лишь 5 привела Ну и, конечно же, если вам интересна эта тема Я буду ее развивать и в дальнейшем И напишите в комментариях, может быть, что-то другое Какие-то интересные, любопытные факты о Польше и о поляках Вы замечаете постоянно, делитесь этим Ну и, надеюсь, вам было интересно и полезно Поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями А с вами была Ольга Глаголевой, канал Чемоданное настроение Скоро увидимся снова, на разе, па!